Это программа «Израиль за неделю». На исходе каждой субботы я, Бадис Штерн, и мои коллеги рассказываем вам о главных событиях минувших семи дней в Израиле. Добрый вечер. 7 июля. Завтра исполнится 10 месяцев с начала войны Израиля с Хамасом. 10 месяцев бесконечного ужаса, боли, ракетных обстрелов на юге и севере. 10 месяцев ожидания возвращения всех наших заложников, которые до сих пор удерживаются террористами в секторе газа. 10 месяцев единства, которое постепенно превращается в пустой звук. И еще 10 месяцев обвинений в геноциде, голоде, плохой погоде, плоской земле и прочем. Мировое сообщество не то чтобы не помнит о том, кто начал эту войну, у мирового сообщества просто появился устойчивый повод для оправдания своей ненависти. Кто-то скажет, что это закономерно, кто-то назовет это обстоятельствами. Великий психолог Виктор Франкл сказал по этому поводу следующее. Обстоятельства никогда не делают жизнь невыносимой. Невыносимой она становится из-за отсутствия смысла и цели. Но у нас есть смысл и цель вернуть заложников и победить. Так что невыносимость это точно не про нас. Собственно об этом и не только сегодня в программе «Израиль за неделю». Ад по соседству. 120 израильтян, живых и мертвых, до сих пор удерживаются террористами Хамаса в секторе Газа. Десятый месяц войны против террористов на фоне попытки осмысления трагедии 7 октября и надежды на сделку по освобождению заложников. Третий этап. Военно-политический кабинет анонсировал начало третьей фазы наземной операции в секторе Газа. Почему это ничего не изменит для Хамаса и станет очередным поводом для внутриполитического кризиса? Ливанский парадокс. Хизбалла не готова прекращать обстрелы Израиля. Иранские прокси связывают эскалацию на ливанской границе с прекращением боевых действий в секторе Газа. Война, которой не хочет никто, становится все реальнее. Десятый месяц войны. Для Израиля и его граждан главным вопросом всех этих десяти месяцев была судьба заложников. ООН и Евросоюз до сих пор не могут понять, что произошло 7 октября. Им кажется, что есть все, кроме проблемы одного дня. Она кажется им вторичной. Мы видим это иначе. Ад по соседству. Десять месяцев ада и надежды на то, что он закончится. Подробности очередной недели войны далее. С днем рождения, Наама. Тысячи людей прошлись маршем по улицам Тель-Авива, чтобы отпраздновать 20-летний юбилей Наамы Леви. Она была похищена с военной базы Наахаль-О с боевиками Хамаса 7 октября 2023-го. Спустя всего пару дней после начала ею армейской службы. В конце марта родители девушки получили официальную весточку. Ваша дочь жива. Наама сегодня отметила свой 20-летний юбилей. Это не та дата, которую нужно отмечать, находясь там, в Газе. Она должна быть здесь, с семьей, с друзьями. Ей всего 20. Она милая девочка, которая только начинает новый этап в жизни, становится взрослой. Я думаю, что каждому нужно приложить больше усилий и как можно скорее вернуть всех заложников домой. Те, кто видел эти страшные кадры ролика захвата израильской девушки, не забудут их никогда. Это Наама с окровавленной головой. Руки, связанные за спиной. Вся одежда в крови. Прихрамывает. Террористы с оружием в руках вытаскивают ее из багажника и заталкивают на пассажирское сиденье. Вокруг все орут и гогочут. Эта красавица участвовала в организации Hands of Peace. Руки мира. Миссия движения – дать возможность американской, израильской и палестинской молодежи стать проводниками перемен для позитивного мира. Hands of Peace полагает, что существующие условия среди израильтян и палестинцев неприемлемы. И необходимо срочное, ненасильственное прекращение оккупации, которое приведет к безопасности и защищенности для всех. Она участвовала в программе вместе с молодыми израильтянами, американцами и палестинцами в Сан-Диего, где они пытались навести мосты мира. Она говорила, я хочу услышать другую сторону. Мы живем так близко друг к другу, но нам никогда не удается поговорить друг с другом. Надеюсь, что спустя почти девять месяцев плена она все еще в это верит. Хамас украл ее голос. Ирландец Томас Хэнд, отец девятилетней Эмилии, освобожденной из плена 25 ноября прошлого года, говорит, что самое страшное в их встрече было то, как дочь разговаривала. Шепотом. Настолько тихо, что невозможно было расслышать. Ее приучили к тому, чтобы не издавать ни звука. Она стала с собой на 95 процентов после семи месяцев различных курсов терапии. У нее осталось всего один или два триггера, которые вызывают страх. Мы зашли в кофешоп, и она начала ерзать. Я спросил, что случилось. Она ничего не сказала. Она увидела террориста. На самом деле это был бедуин. Знаете, они не очень хорошо порой одеты. Она приняла его за террориста. В ее глазах было столько страха. Мы сразу вышли оттуда. Но в тот момент я увидел мир ее глазами и понял, через какой ужас она прошла. Эмили, у которой двойное гражданство, вернулась в Израиль вместе с другими похищенными, которых террористы согласились освободить в рамках ноябрьской сделки. Девочку освободили вместе с подругой Хилой Роте, также похищенной в Черную Субботу из Кибуца-Бэйри. В ту ночь Томас был у себя дома, а Эмили гостила в доме 13-летней Хилы. Девочек похитили вместе. В тех пижамках, в которых они спали. В этих же пижамках их вернули из плена. За два дня до освобождения Хилу Ротем разлучились с ее мамой, Раей, которая все дни плена заботилась не только о своей дочери, но и об Эмили. Вместе с этой собакой мы пошли встречать Эмили, когда ее передали. Я не спас ее в тот день, так она думает про себя. Я не приходил и не освободил ее в течение 50 дней. Это ее мысли. Поэтому в армии нам рекомендовали пойти встречать ее всей семьей, чтобы она в первую очередь увидела родные и знакомые лица, а не подумала, что одна хамасовская группировка передала ее другой. Это было очень тяжело, потому что это было и тяжело, и радостно, и прекрасно, и ужасно, потому что он был в огромном эмоциональном, в потрясении. Он был просто потрясен. И он мне говорил, мама, я знал, что я вернусь. Я знал, что я вернусь. Я специально себе 7 октября не написала, что у меня плохо. Потому что я знала, что я вернусь. Я каждый день с вами разговаривала. Я знала, каждый день верила, что я буду с вами, что я снова вас увижу. Я не знала, когда это будет, но это обязательно будет, будет, будет. И такой был вообще поток от него, от этой вот энергии. Он и плакал, он и смеялся, и я тоже смеялась. И мы друг друга успокаивали. Этими эмоциями мать и сын Козловы обязаны сложнейшие операции, проведенные совместно с Аалем, Шабаком и полицией Израиля утром 8 июня. После 246 дней пребывания в плену вместе с Андреем были вызволены еще трое заложников. 26-летняя Ноа Аргамани, 22-летний Альмок Мейрян и 41-летний Шло Мизив. Все они были похищены на музыкальном фестивале Ноа, ставшем одной из первых мишеней террористов 7 октября. Он все время читает новости и тратит на это очень много времени, потому что он не знал ничего. Он не знал ни того, что я нахожусь в Израиле начиная с октября, ни того, как много люди делают для спасения заложников. Их все время травили, их все время заставляли думать, что Израиль забыл про них, Израиль хочет их убить. И даже в момент начала проведения операции он не мог понять, как бы израильтяне пришли их убить или спасти. Оскорбления, издевательства, наказания, антисанитария. Острая нехватка еды и воды, которая день от дня ощущалась все больше. Но самое страшное – психологическое истощение. Это минимум того, через что прошли узники палестинцев. Заложников хамасовцы стараются держать либо маленькими группами по несколько человек, либо по одиночке. Так проще убеждать их в том, что они брошены и никому не нужны. Так проще манипулировать их сознанием. Андрей сказал нам, есть некоторые вещи, которые я не расскажу вам никогда. Я не знаю, что он нам не рассказал и что он нам не хочет рассказывать никогда. Это Лихай Лави из Нахаль-Оз. В этом кибуце на границе с сектором Газа 7 октября в течение 12 часов орудовал хамас. Лихай в тот день в последний раз видела мужа, Омри Мирана. Он был взят в плен вместе с тремя другими заложниками. Последние слова, которые Лихай сказала мужу перед тем, как его увезли в Газу – «Мы будем тебя ждать, не геройствуй». Сейчас во мне два человека. Я жена заложника, которого похитили, и я мать двух прекрасных маленьких дочерей. Роне ей сейчас два года и десять месяцев, а Альме уже один год и два месяца. Сейчас моя работа – быть женой заложника и мамой дочерей, на глазах которых похитили их отца. Мы все еще остались в том моменте, но у меня нет других вариантов. Лихай и Омри спрятались с дочками в безопасной комнате своего дома, когда услышали рев сирен в Нахальос. Спустя какое-то время услышали странные крики за дверью укрытия. Выходить не стали, но позже постучался их сосед – 16-летний парень Томир, который попросил их открыть дверь. За ним стояли вооруженные боевики, которые угрожали юноше смертью. Спустя несколько часов всех пленников перевели в соседний дом, где несколько человек уже были убиты. Туда же согнали еще нескольких женщин. Ближе к обеду террористы приказали Омри и отцу другой семьи встать и в наручниках увезли их на их же автомобилях. Лихай и ее девочки вместе с соседями просидели связанные еще четыре часа, пока солдаты Цааля не обнаружили их. Я не знаю, что нам нужно делать. Я не военная, я не политик. Я работаю в колледже на юге Израиля. И это не моя работа – вести переговоры. Но их еще не вернули, они не здесь. И если есть пробел или что-то в этом роде в переговорах, то работайте с этим, работайте с этим. И давайте вернем их назад. В конце апреля террористы Хамаса выпустили видео, на котором показаны заложники Кит Сигели и Омри Миран. Оба мужчины рассказывают о пережитом за это время страхе и призывают израильское правительство заключить сделку с террористами по освобождению заложников. Семьи похищенных были рады удостовериться в том, что они живы. Однако все понимают, что текст, озвученный узниками, надиктован Хамасом. Это в частях психологического террора. Лихаи девочки не теряют надежды. Спокойной ночи, папа Омри. Он нас слышит. Он нас слышит? Да. И что еще мы должны ему сказать? Что мы ждем тебя? Мы скучаем по тебе, мы ждем тебя, любим тебя. Еще одно видео, опубликованное Хамасом в апреле с израильским заложником. На кадрах 23-летний Херш Гольденберг Полин. Он был захвачен на фестивале «Нова». До этого о судьбе молодого человека ничего не было известно. Кисть руки Херш, вероятнее всего, потерял еще во время его похищения. 7 октября вместе с другими участниками фестиваля он попытался спрятаться от террористов в ближайшем убежище. Но те забросали железнобетонную будку гранатами. Одна из них и изувечила парню руку. Тогда погибло несколько человек, в том числе друг Херша, Аннер Шапира. Оставшихся в живых увезли в газу. У Херша двойное гражданство – Израиля и США. Он родился в Соединенных Штатах. Затем вместе с родителями Рейчел и Джоном переехал в Израиль. Сейчас семья Херша отчаянно борется за его возвращение. Мир должен объединиться и понять, что мы говорим о реальных людях. Такое ощущение, что по мере того, как идет разговор о заложниках, люди отстраняются от разговора. Заложники – это реальные люди. Это наш сын в грузовике. Его тянут за волосы, и нам нужно, чтобы мир начал действовать прямо сейчас. Очевидно, есть сделка, к которой, возможно, мы приближаемся. Мы слышим это постоянно. Так давайте сделаем это. Сделка – это лучший способ вернуть домой нашего сына и всех остальных заложников. И мы требуем, чтобы сделка была заключена сейчас. И просим все стороны оказать содействие и добиться этого. Рейчел за эти 9 месяцев стала одной из видных активистов движения «Похищенных и их семей». Она встретилась с десятками мировых лидеров, включая президента США Джо Байдена. Она обращалась в ООН в Нью-Йорке и Женеве. Ей даже удалось добиться аудиенции у папы Римского. Американский журнал «Тайм» в этом году включил Рейчел в список 100 самых влиятельных людей в мире. Тем не менее, ее сын до сих пор в плену у террористов. Хен Аль-Мог Гольштейн из Кфар-Азы провела в плену Хамаса 51 день вместе с тремя детьми. 17-летний Агам, 12-летним Гаалем и 9-летним Талем. Муж Хен Надав и их старшая дочь Ям были убиты 7 октября. Хен вспоминает, такого раньше не было, чтобы семьями с детьми забирали в газу. Некоторых заложников избивали, их сковывали наручниками и избивали по несколько часов. Избивали не только мужчину и женщину. Мы слышали и о сексуальном насилии. Кого-то из девушек знаю лично. Кто-то был свидетелем того, как под дулом пистолета над ними издевались. Так что, если бы их освободили раньше, они могли бы избежать такой участи. Девушки, получившие физические травмы, тяжелые травмы, некоторым даже ампутировали конечности, говорят, что они могли справиться с физическими травмами, но не знали, как справиться с сексуальным насилием. Это Итай и Майя Регевы. Брата с сестрой тоже похитили с фестиваля НОВА. Их освободили в рамках сделки в ноябре прошлого года. Те 50 дней, что они провели в плену, Итай называет ужасными. Самое страшное было чувство страха. Страха перед неизвестностью. Убьют тебя или нет? Гость нашей программы сегодня ведущий канала «Исраиличатинг» в ТикТоке и Ютьюбе, израильский блогер Роман Штольц. С ним мы подводим итоги недели. Роман, добрый вечер. Шава Ато в хорошей неделе. Добрый вечер. Что повлияло на ваше желание или на ваше решение стать блогером, вести каналы в довольно агрессивных по отношению к Израилю платформах ТикТок и Ютьюб? Почему это произошло и какова была вообще изначальная цель? В первую очередь я увидел очень много в Ютьюбе роликов, где подобную тематику поднимают по поводу между Россией и Украиной. И хотел найти точно в таком же формате произраильскую войну. Почему? Потому что этого практически нигде не было. Я не нашел ничего. И мы с моими друзьями решили, почему бы не попробовать. Ну, то есть фактически каналы, которые вы ведете, это вот та часть информационной войны, которую ведет государство Израиль 7 октября в том числе. Однозначно. Как показала практика, много людей вообще не понимают, что здесь происходит. И так как в последнее время очень большое количество молодежи знакомится с новостями, с происходящим в мире через соцсети, поэтому мы решили продвигать как бы правду о происходящем в Израиле через ТикТок и Ютьюб. Говоря о информационной войне в Израиле, очень многие говорят о том, что мы войну проиграли, мы войну не проиграли, мы ее ведем. Но в принципе речь идет именно о войне. Информационный фронт – это вот параллельный фронт с боевым действием, демонстрациям в поддержку и против Израиля. То есть что это такое? С моей точки зрения, информационный фронт Израиль ведет очень слабо. Могу объяснить почему. Израиль позиционирует себя со стороны силы. То есть это как бы у нас сильная армия, мы победим, как и показывает история, любых противников, которые будут нам угрожать или нападать. И мне кажется, для Израиля такое понятие, как ведение информационной войны, он считает это незаслуживающим внимания. Хотя, как показала практика на все демонстрации, которые происходят в Америке, в Европе, то информационная война – это очень сильный инструмент, на который нужно обратить внимание. Но изменилась ситуация, скажем, вот за эти 9 месяцев, завтра 10 месяц уже начинается войны. Она изменилась в лучшую или в худшую сторону? Она немножечко изменилась в лучшую сторону, но мне кажется, это нужно было начинать задолго до 7 октября. В принципе, объяснять нашу позицию, пытаться контактировать вот с этими людьми, которые выходят на демонстрации в поддержку там Хамаса и палестинцев, или делать вообще что-то совершенно другое? То есть, как это должно было выглядеть? С моей точки зрения, это должно было выглядеть так, что работа с соцсетями, то есть, наводнить соцсети роликами о том, что делает Израиль. Потому что мало кто знает, что в Израиле, как оказалось, живут арабы, живут мусульмане. Судя по тем людям, с которыми я общался, мне доказывали, что арабов не пускают, мусульманам не дают гражданство и тому подобное. То есть, люди не знают. А когда ты у них спрашиваешь, откуда вы черпаете информацию, они мне ответить не могут, кроме ответа везде один. Я видел видео там в ТикТоке или в Ютьюбе. Но, в принципе, получается, что мы живем в каком-то своем вакууме, в своем вот этом информационном пузыре. Те, кто выступают против нас, тоже живут в своем информационном пузыре. Где точка соприкосновения? С моей точки зрения, точка соприкосновения заключается в следующем. Израилю нужно больше уделять внимание своему имиджу в соцсетях, несмотря на то, что у нас есть сильная армия, сильная оппозиция. Как показала практика, даже слабый соперник, такой как Хамас, я имею в виду по отношению к Израилю, да, ведь подготовив все эти ролики с Сирией, землетрясений в Турции и тому подобное, которые сейчас запускаются в соцсети, якобы это ролики с газы, то это многие люди, очень многие люди на это ведутся, без перепроверок, без ничего. Им достаточно увидеть эти кадры. Можно ли вообще, в принципе, себе представить какой-то групповой портрет людей, которые против нас выступают? То есть кто эти люди? Эти люди, однозначно, которые не прочитали ничего научного, ничего исторического в плане и Палестины, Израиля и арабо-израильского конфликта. Это люди, которые в большинстве своем не могут сказать, где находится сектор газа, что такое палестинская автономия, в чем разница, кто тут держит власть, кто тут держит власть. Эти люди, в основном, я сам для себя не могу понять, откуда они это берут. Я их просил неоднократно, расскажите, я тоже хочу посмотреть, откуда вы это берете. И мне, к сожалению, никто ответил на этот вопрос. Дабы не быть голословными, вот несколько роликов, которые мы подготовили на основе того видео, которое публикуется у вас на канале, в ТикТоке и в Ютьюбе. И это, собственно, ответ на вопрос, кто против нас. Смотрим прямо сейчас. Все, кто станут против русских, против нормальных людей, против людей в Палестине, там, женщин, детей, мы, мы против фашизма. Кто фашизм поддерживает? Эти евреи, эти сионисты, эти б***ь, Евросоюз, это б***ь США. Мы их уничтожим, б***ь, они не будут жить, мы их всех убьем. А мечеть Аль-Акса, хорошо. Они прекрасно понимают, что это священное место для мусульман. Я не знаю, для чего. Вот для чего им эта мечеть? Вот с какой целью они туда вообще пришли, своей ногой вступили? Только там же, по-моему, как молились, так и продолжат молиться мусульмане или нет? А ты не видел, как там разбомбили эти места? А, Аль-Аксу разбомбили? Да. А откуда вот эта информация? Я видел в видеозаписи этих мест, как там все разбомблено, когда там проходили боевые действия. Зачем вы убиваете палестинских детей? В Тель-Авиве у нас открылась шашлычная из палестинских детей. И вы едите палестинских детей? Едим, закусываем ихними матерями. И я тебе скажу, так делают все евреи. А подают, ну, как напитки, ихнюю кровь. То есть, ну, ты еврей, ты вот так вот можешь спокойно говорить, да? Ну, конечно. Это нормально. А палестинцы, они кто по вероисповеданию? Мусульмане. То есть, ты ненавидишь мусульмане? Нет, я их люблю. А, ну ты же их ешь. Ну, печально, так нельзя. Скажите, а к берлинской операции как вы относитесь? Замечательно. Там за 17 дней операции погибло около 125 тысяч мирных людей. Все возможно. Ну, а ты мне скажи, почему Израиль бомбит Палестину? Он не бомбит Палестину. Как не бомбит, если там миллиарды умирают каждый день? Посмотри, где находится Палестина. Нет, ну, почему? Почему Израиль хочет себе завоевать газу? Почему они захотели завоевать Аль-Аксу? Почему? Почему они хотели снести ее? Аль-Акса в секторе газа находится? Она недалеко от сектора газа находится. А где она находится, по-твоему? Ну, она находится, допустим, в этом, как называется город, я забыл. Я забыл. Иерусалим она находится. А Иерусалим рядом с газом находится. Недалеко от газа. Кто тебе такое сказал? Изначально план был у них завоевать Аль-Аксу и построить там их храм Соломона. В 1914 году пришли эти иудеи, которых убил Гитлер. В каком году? В 1914 вроде бы. В 1914 году пришли евреи, которых убивал Гитлер, да? Да, которые остались живы. И после этого началось именно захваты газа. Они начали захваты газа и Иерусалим. Планом ООН в 1948 году было постановлено создание двух государств. А Иерусалим должен был быть нейтральной территорией под контролем ООН. Что произошло на следующий день после того, как Израиль объявил о своем существовании? Что произошло? Арабские страны объявили войну, оккупировали Египет, оккупировал сектор газа. Трансиордания оккупировала западный берег Иергиордан, где сейчас находится палестинская автономия под правлением Ахмуда Аббаса. Также был захвачен Иерусалим арабскими странами. Вопрос. Если по закону он должен быть нейтральным, а его захватывают арабские страны, кто его оккупирует? Ну, если честно, вообще это в принципе смешно, хотя на самом деле грустно. То есть вот так вот выглядят люди, которые поддерживают Хамас, палестинцев и выступают против Израиля? Да, это люди, как показывает практика, малообразованные, которые, опять же, мало что знают о Израиле. Ну, хорошо. То есть каналы построены по принципу прямых эфиров, да, стримов? Да. Ну, вот как можно с серьезным лицом, я вижу, что у вас там серьезное лицо, вот слушать все это, ну, это же на уровне мифов. Ну, не знаю. Я даже, я просто вот не понимаю, как на это реагируют. Поначалу, конечно, я смеялся, ну, я думал, люди со мной шутят, как бы. Но потом, когда ты начинаешь смеяться, то люди закрываются. А моя цель была показать, как бы, интеллектуальный уровень людей, которые, которые против Израиля, которые, да, топят против Израиля. Ну, хорошо. И объяснить этим людям можно что-нибудь? Я скажу так, из 20 человек, если получится, человека два хотя бы задумаются. И это уже, в принципе, результат. Это, ну, хотя бы два человека мы, так сказать, немножко поправляем на путь истины. Что люди начинают говорить, когда они слышат, ну, контраргументы? То есть, или что является контраргументами вот в этих стримах? Контраргумент заключается только в одном. Я видел видео. То есть, это их аргумент, который отвечает на все. Когда ты человеку пытаешься объяснить, что, да, это военный конфликт, его начали не мы. В любом военном конфликте так или иначе погибают мирные люди. И, ну, никто не радуется от этого, да. Мы не хотим этого делать. Мы хотим мирно жить, чтобы нас никто не трогал. Нам больше ничего не надо. Вот, но, как бы, люди все равно верят в такую, в какие-то мифы. Когда, допустим, вот из видео, да, когда ты человеку пытаешься объяснить, что это так и так. Пытаешься понять, объяснить, какую-то логическую цепочку выстроить. На это уходит очень много времени, и человек, в основном, не верит. Но когда ты ему говоришь какую-то специально, да, когда ты уже на десятом человеке, и ему говоришь просто проверить какую-то лютую ахинею, человек вот так вот просто, он сразу вникает, он сразу верит. И, как бы, мне кажется, в этом не объясняется. Роман, спасибо. Мы продолжим нашу беседу в следующем эфирном блоке. Не прощаемся. Смотрите далее в программе «Израиль за неделю». Ливанский парадокс. Хизбалла не готова прекращать обстрелы Израиля. Иранские прокси связывают эскалацию на ливанской границе с прекращением боевых действий в секторе Газа. Война, которой не хочет никто, становится все реальнее. Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Адекватной ситуации в Израиле исключительно одна система – торговая. Вот на что, в принципе, мало что влияет. Все остальное местами трещит по швам. Иерусалим от протеста ортодоксальной аристократии, Тель-Авив от призывов к новым выборам, правительство и коалиция потрескивают в том числе. На этой неделе главным бунтарем стал министр национальной безопасности. И Тамар Бенгвир заявил, что управление тюрем не имело права на освобождение из тюрьмы директора больницы Шифа и еще 53-х человек, связанных с Хамасом. В управлении тюрем заявили, что мест в тюрьмах просто не хватает. Иер Лапид уверен, что это тоже повод для треска по швам кабинета. Но Нетаньяу пока справляется с негативными комментами и даже немного удивил страну. Суммируя часть заявлений, можно сделать вывод, что армия начинает третий этап наземной операции в секторе Газа. Что это значит, почти никто не понял, но глобально есть некая логика. На десятый месяц войны это должно было произойти. Подробности далее. Пока внимание мирового сообщества приковано к ситуации на израильско-ливанской границе, способной привести к масштабной региональной войне, подразделения ЦАЛЯ продолжают зачищать сектор Газа от боевиков Хамаса и других радикальных группировок. Бои продолжаются как на севере Анклава, так и на юге. В частности, по данным армии обороны, террористам удалось частично воссоздать свою инфраструктуру в густонаселенном квартале Саджаия в восточной части города Газа. И сейчас бойцы ЦАЛЯ вынуждены повторно проводить рейды с целью ее уничтожения. В армейской пресс-службе сообщили, что Хамас вновь вербует боевиков и выплачивает им жалования в районах, ранее зачищенных ЦАЛЯМ. Для Иерусалима принципиально важно в ближайшие недели максимально ослабить потенциал Хамаса, что позволит перевести операцию в третью стадию, подразумевающую локальные рейды по принципу, использующемуся в борьбе против террористов в Иудее и Самарии. Переход к третьему этапу, как отмечают в армии обороны, позволит восстановить силы как регулярным войскам, так и резервистам. Усилия ЦАЛЯ будут направлены на уничтожение главарей террористов и разрушение инфраструктуры. Помимо этого, армия получит возможность высвободить значительные силы для вероятной войны с Хизбалой. Впрочем, Хамас явно рассчитывает, что эскалация на севере Израиля не позволит Иерусалиму выделить достаточно сил для выполнения всех задач на юге. И в этом террористам активно помогает Иран. В последние недели Исламская республика увеличила поставки оружия и боеприпасов в Хизбалле, а также, согласно разведданным, ищет возможности передать усовершенствованные ракеты «Алмас» увеличенного радиуса действия, системой визуального наведения. Ракеты «Алмас» были разработаны в Иране на основе израильской «Спайк», попавшей в распоряжение Хизбаллы во время Второй Ливанской войны 2006 года. Все это дает возможность Хамасу затягивать переговоры в надежде на открытие Второго фронта. По окончании переговоров не было никакого реального прогресса. А американская администрация говорит, что нужно оказать давление на движение сопротивления, чтобы принять предложение Израиля без изменений. Это лишь способ украсить провал. Хамас снова повторяет. Мы готовы позитивно отнестись к любому предложению, которое обеспечит постоянное прекращение огня, полный вывод войск из сектора Газа и серьезную сделку по обмену. Действия Израиля при этом продолжают критиковать международные гуманитарные организации. Так, палестинское общество «Красного полумесяца» вновь обвинило армию обороны в продолжении препятствования доставки гуманитарной помощи в Анклав. По словам представителей организации, нехватка топлива сократила парк карет скорой помощи на треть. При этом в гуманитарных организациях предпочитают обходить стороной факты использования медицинских и других гражданских объектов террористами. Так, в одной из поликлиник квартала Саджаия в ходе повторного рейда был обнаружен оперативный штаб Хамаса, оснащенный системами связи и наблюдения. А в школе, принадлежащей Бапор, склады оружия и боеприпасов. Напомню, гость нашей программы сегодня ведущий канала «Израильчатинг» в Ютьюбе и ТикТоке израильский блогер Роман Штольц. С ним мы подводим итоги прошедшей недели и говорим об информационной войне. Роман, ну вот в принципе, каждая платформа проводит свою позицию, свою политику. ТикТок — это наиболее агрессивная и жесткая по отношению к Израилю и израильскому контенту платформа. Речь идет об ограничениях в распространении контента или речь идет о каких-то других вещах? Речь идет обо всем. Так как и об ограничениях, то есть когда ты выкладываешь видео, тебе нужно думать, какие слова сказать. То есть если в этом ролике будут слова «Газа», «Израиль», «Израильская война», то этот ролик не залетает ни в рекомендации, то есть на него накладываются ограничения и тому подобное. Также в плане, допустим, агрессии в сторону евреев, это не нарушает правила сообщества. Ну то есть получается что? Получается в буквальном виде, что любой произраильский контент, который попадает на эту платформу, он просто блокируется, ограничивается, или прям вырубаются там блогеры и каналы автоматом? Вот простой пример. Каждый раз, когда я выхожу в стрим и начинаю с людьми, которые попадаются мне разговаривать про арабо-израильский конфликт, я всегда веду себя без агрессии, без оскорблений, без унижений. И практически каждый стрим, либо через стрим, мне прилетает блок на неделю за разжигание ненависти. Окей, вот выглядит это, кстати, вот так. Вот сейчас можно на экране увидеть скриншоты. Многое получается, что сразу попадает под формулировку разжигания ненависти словами и действиями. Это такая формулировка ТикТока. Соответственно, идет ограничение доступа ко всем сервисам платформы. Если это не срабатывает, то блогеров тогда ограничивают в возможностях трансляции. И израильское, все израильское, это вот тот самый хейт-спич, а не израильское, это получается то, что можно. И то, что нравится ТикТоку? Уже как бы ходит такая байка, что если хочешь выстрелить в ТикТоке, то нужно кричать «Free Palestine!». То есть, когда идет стрим, он сразу вырубается и приходит бан на неделю. Никаких предупреждений, ничего. Когда, допустим, мне в личных сообщениях приходят угрозы, причем открытые угрозы, прямые угрозы, я посылаю жалобу на это. Вот они, кстати, выглядят тоже так. Вот сейчас все зрители видят скриншоты именно тех угроз, которые вам приходят от зрителей и участников стримов. И когда я посылаю жалобу, то мне приходит ответ от ТикТока, что нарушение не обнаружено. Получается, когда израильский блогер общается цивилизованно, спокойно, хочет выяснить какие-то причины взглядов людей на то или иное событие, происходящее в Газе, это запрещено и разжигание ненависти. Хорошо, но это политика платформы? Это политика, которую осуществляет руководство платформы ТикТок сознательно или просто, ну, не знаю, там, сбой алгоритмов? Китайский искусственный интеллект видит все, ну, по-другому. Есть объяснение вот этому моменту? Объяснение есть, и это не случайность, потому что позиция Китая по отношению к Израилю, как бы, это, я думаю, не секретная информация, да. И это не только у меня или у кого-то там еще. То есть каждый человек, который вещает что-либо об Израиле, он должен максимально фильтровать и свои слова, свои видео, даже подписи к видео. Если в подписи, да, как на самом видео, когда ты выкладываешь, чтобы оно бросалось в глаза, будет либо Газа, либо Израиль, это видео не наберет и не выстрелит, потому что оно вообще не будет показываться в рекомендации. Ну, в общем, то есть, получается, мы можем говорить, что, скажем, есть платформы, которые там более лояльны к Израилю, а ТикТок, например, максимально против и антиизраильцев. Да, можно сделать такой вывод. Почему? Потому что, допустим, абсолютно тот же стрим на Ютьюбе, он не блокируется, не прилетает предупреждений, ничего. То есть я могу спокойно вести стрим на Ютьюбе, выкладывать свои ролики и, как бы, Ютьюб к этому относится лояльно. ТикТок — это такая платформа, где нужно максимально, максимально контролировать свой контент и речь. Но эффект, не знаю, там, продвижения израильской позиции, израильской повестки, где он получается больше? Там, где это запрещено, то есть, получается, в ТикТоке или там в том же Ютьюбе? Или сравнивать эти вещи вообще нельзя и нет смысла? Ну, как тогда оценить, скажем, эффективность канала и своей работы? Это немножко разные платформы и разный формат общения. На Ютьюбе я веду трансляцию, допустим, того, как я общаюсь в чат-рулетке с кем-то. В ТикТоке я общаюсь непосредственно с участником ТикТока, который также будет фильтровать свою речь, то, что он говорит, чтобы ему также, соответственно, не прилетел бан. Но попадаются люди, которые вот в том же ТикТоке говорят там, «Ром, я вот за Израиль, я за вас, и все на самом деле нормально». Или вот те персонажи, которых мы видели в первом блоке на этом видео, это мейнстримы, основная масса людей, которые интересуются войной и тем, что происходит в регионе. Основная масса, вот как мы видели на видео, это процентов, наверное, 80 из всех, с кем я общаюсь. Хотя чат-рулетка – это такой себе срез, мы понимаем, что много людей, у них нет времени на это, может, кто-то вообще об этом не знает. Но, тем не менее, на сегодняшний день это единственный такой интересный формат общения с людьми из других стран, которыми можно прямо вот здесь и сейчас поговорить и обсудить какие-то темы. Угрозы часто становятся финалом стримов? Не угрозы становятся напрямую, да, во время стрима, это обычно прилетает в личные сообщения. Именно от собеседников, с которыми я общаюсь, в основном это оскорбления, но не угрозы. Ну, я не знаю, то есть, ну вот это тоже результат работы? Или это показатель того, насколько мы здесь в Израиле непонятны всем, кто находится за его пределами? Вот, допустим, есть очень хороший пример, когда разговор начинается с оскорблений, хотя вы видели, я не реагирую на них, а пытаюсь вот такого человека все равно его как бы потушить, да, и все-таки вывести на разговор. То есть даже когда человек внесет какую-то ахинею, я пытаюсь не смеяться, пытаюсь там не высмеивать его. Но, честно, я как человек, много лет проработавший в эфире, не до конца понимаю, как вы это делаете, потому что, ну вот с таким лицом еще, ну, то есть, не, ну не знаю. Мне кажется, что это очень сложно. Окей, хорошо, есть еще одна важная тема, ее обсудим после рекламы, поэтому остаемся в студии. Смотрите далее в программе «Израиль за неделю». Ливанский парадокс. Хизбалла не готова прекращать обстрелы Израиля. Иранские прокси связывают эскалацию на ливанской границе с прекращением боевых действий в секторе Газа. Война, которой не хочет никто, становится все реальнее. Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Американцы, подвязающиеся на ниве журналистики, это цитата, конечно, не пропустили нашу третью фазу операции в секторе Газа. Издание «Нью-Йорк Таймс» торжественно сообщило, все сразу Израиль не сдюжит, нужно выбирать или война, или заложники. Ну а, следовательно, третья фаза – это не то, что мы все подумали. Впрочем, Вашингтон беспокоит не только Хамас, гуманитарная катастрофа в Анклаве, госсекретарь США на этой неделе ситуацию на границе с Ливаном вообще назвал «ливанским парадоксом». Подробности далее. Главный союзник Израиля-Вашингтон положительно оценивает озвученные намерения Иерусалима существенно сократить масштаб боевых действий в секторе Газа. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в том, что проект соглашения по урегулированию конфликта, озвученный президентом Джо Байденом, в конце мая еще может быть реализован. Кроме того, он вновь призвал к выработке четких и ясных планов по управлению Газой, обеспечению там безопасности и проведению восстановительных работ. Израиль не должен вновь оккупировать сектор Газа и нельзя допускать восстановление контроля над Анклавом со стороны Хамаса, убежден госсекретарь. Мы видим, что большинство стран мира поддерживают это предложение. Это путь вперед. Это путь к окончанию войны в Газе. Это путь к возвращению заложников домой. Это путь к более прочной безопасности, более прочному миру, более светлому будущему для израильтян и палестинцев и для всего региона. И все поддержали это предложение. Все за одним исключением. Этим исключением является Хамас. Он пытается использовать формулировки вроде «да, но» придется сдвинуть линии, возвращаться к обсуждению тех вопросов, по которым уже было достигнуто соглашение. Сейчас мы работаем с египтянами и катерцами, чтобы все же добиться соглашения. Это осуществимо. Это лучший и самый быстрый путь к прекращению войны в Газе. Но есть один индивид, заживо похоронивший себя в туннелях под Газой, который обладает силой принимать решения и говорить «да» или «нет». И сейчас господин Синуар, не говоря «да», не только продолжает удерживать израильских, американских и других заложников, но и делает заложниками палестинских детей, женщин и мужчин, которые находятся под перекрестным огнем в ловушке, созданной Хамасом. При этом Блинкен также отметил, что ни Израиль, ни Ливан, ни даже Иран, очевидно, не желают, чтобы ситуация на израильско-ливанской границе переросла в полномасштабный военный конфликт. Однако госсекретарь выразил озабоченность тем, что процесс может зайти настолько далеко, что станет неуправляемым. В данный момент существует парадокс. Никто, по крайней мере, по нашей оценке, из основных действующих лиц, не хочет войны. Израиль не хочет войны, хотя и вполне может быть готов вести ее, если будет необходимо, чтобы защитить свои интересы. Но они войны не хотят. Не считаю, что Хизбалла в действительности хочет войны. Ливан, безусловно, не хочет войны, потому что он станет главной жертвой в такой войне. И я не верю, что такой войны хочет Иран. Отчасти он хочет убедиться, что Хизбалла не будет уничтожена и что он сможет использовать Хизбаллу в качестве козыря. На тот случай, если дело когда-либо дойдет до прямого конфликта с Израилем. Так что, с одной стороны, войны никто в действительности не хочет. А с другой, импульс, возможно, идет именно в этом направлении. И мы решительно настроены попытаться это остановить. Так или иначе, нынешняя война в Газе является самым интенсивным конфликтом, который Израиль вел за последние четыре десятилетия. И самым продолжительным из всех, которые он когда-либо вел в Газе. И, безусловно, полномасштабная война с Ливаном, которая грозит перерасти в региональную, не может не беспокоить в том числе и Иерусалим. Но, как отметил американский госсекретарь, это не повод для врагов Израиля надеяться на то, что провокации на севере будут оставаться без должного ответа. Напомню, гость нашей программы сегодня израильский блогер, ведущий канала «Исраильчатинг» в Ютьюбе и ТикТоке Роман Штольц. С ним подводим итоги недели. Рома, ну есть вообще смысл в этой информационной войне? Вот я неоднократно слышал мнение, и его придерживаются эксперты, которые говорят, что вот этих вот людей и твоих собеседников в ТикТоке, их невозможно изменить. Это история для того, чтобы, наверное, сказать себе, что нет, я не сидел сложа руки, я что-то делал. Или действительно это все равно нужно делать, капля камень точит, и есть в этом смысл? Что ты думаешь об этом? Я думаю, что однозначно стоит это делать, потому что сейчас очень много... Вот эти все люди, откуда они узнали вообще, что нужно выходить даже на митинг? Это все соцсети. Израилю, я думаю, нужно больше уделять этому внимания. Почему? Потому что нужно наводнить интернет правдой об Израиле. То есть про израильскую информацию? Да. Но опять же вопрос вот этих вот мыльных пузырей или там информационных пузырей. Есть ли шанс, что вот та группа людей, которая находится между этими двумя пузырями, между теми, кто за Израиль, ну, скажем так, условно нами, и теми, кто против, есть ли среди тех, кто находится посередине, действительно те, кого интересует вообще этой информацией? Их намного больше. Но опять же есть экспертное мнение о том, что по большому счету им вообще вот этому большому количеству людей вот просто безразлично, что здесь происходит. Я согласен, что есть группа людей, которые, ну, как бы, количество людей определенное, у которых свои проблемы, да, скажем так. Логично. Да. И смотрите, я скажу так. Допустим, есть человек, который не образован. У него есть ТикТок, есть Ютьюб. Он видит 500 роликов о том, как Израиль убивает женщин и детей. И, возможно, один, два, три, пять про то, как, допустим, Израиль бесплатно там пропускает гуманитарную помощь, воду, там, коммунальные какие-то вещи, дает работу и тому подобное. То есть, если есть за газу 500, за Израиль 2, 3, 5, то, соответственно, и у человека складывается впечатление, да. То есть, это люди без критического мышления. То есть, люди автоматически попадают вот в это антиизраильское информационное поле. Ну, да, и именно поэтому я считаю, что очень важно уделять и во время войны, и после ее окончания, очень важно делать Израилю имидж именно в соцсетях. Почему? Потому что это имеет огромный вес в наши дни. Но это производит впечатление, действительно, на тех людей, которые сегодня выступают против, там, угрожают вам, вашим друзьям, всем произраильским блогерам? Или это не производит на них никакого впечатления? Ну, не знаю, даже та же информация о том, что у нас есть арабские политики, арабские граждане, которые имеют абсолютно те же права, и, в общем, мы выглядим совершенно не так, как нас представляют. Или, опять же, то есть, они выключают этот чатик, и дальше идут, значит, писать о том, как мы едим детей, там. Ну, окей, мы не едим детей. Это была шутка. Да, это была шутка. Я думаю, что много людей, которые, скажем так, на распутье, то есть, которым, как вы говорите, все равно, можно переманить на нашу сторону. И я считаю, что, сделав это, Израилю будет намного, намного легче, то есть, не нужно будет оправдываться, да, за каждый свой шаг, потому что, как показывает практика, другим народам можно то, чего нельзя Израилю. Как-то, да, выглядит это все довольно странно. Но и те люди, которые вот приходят, которые выступают против Израиля, которые приходят на каналы, то есть, они действительно готовы говорить, или они вот живут в этом своем информационном антиизраильском пузыле, и контакт, ну, как бы, хорошо, что пришли, можно потом посмеяться даже, хотя, в общем, грустно, но эффекта на них это не производит. И большинство, да, это вот так вот словом их переубедить невозможно. Причем, даже когда ты показываешь, даешь ссылки, да, на отчеты, даже простая, очень простая, вот простой пример, когда ООН в отчетах говорит, что погибло там сначала столько-то, потом через месяц уже говорит, что в два раза меньше. То есть, ты показываешь людям вот это, и, ну, как бы, это все равно не работает. Есть люди, которые, да, задумываются, да, то есть, как я говорил, которые начинают агрессивно, а разговор заканчивается, спасибо за разговор, да, я почитаю, я посмотрю. Ну, хорошо, но истории, чудесные истории бывают, то есть, можно привести какие-то примеры, когда человек, приходя в чат на канал, говорил о том, что геноцид, голод и земля плоская, а уходил, ну, скажем, все-таки с более-менее там трезвой оценкой ситуации. Да, это каждый раз этот оставляет очень приятные ощущения, и я скажу, что процентов, наверное, к сожалению, 10 от всех моих собеседников даже спросили у меня научную литературу, которую я читал, поинтересоваться, как зарождается, как получился конфликт, почему, допустим, да, Израиль состоялся, арабское государство не состоялось. То есть, вот эти вот вопросы, есть люди, которые задумываются, но их, к сожалению, к сожалению, очень мало, и причина в этом, мне кажется, потому что израильское правительство, Израиль считает, что он выше этого, да, то есть, у нас есть сила, у нас есть армия, мы не делаем ничего плохого, мы защищаемся, мы пытаемся жить, и, мне кажется, вот в этом причина в том, что люди, как бы, уверены в том, что Израиль это плохо. Ну, можно ли ответить вот однозначно на вопрос, нужна эта информационная война, она обязательно, или, ну, можно, как бы, все-таки абстрагироваться, потому что связь между нашей реальностью и реальностью вот ТикТока, ну, просто катастрофическая. То есть, ее нету, она отсутствует вообще. Мне кажется, однозначно надо. Однозначно надо, чем быстрее, тем лучше, и это однозначно даст эффект, однозначно даст эффект. Эффект понимания. Эффект понимания или хотя бы, знаете, человеку, человека заставить хотя бы задуматься, не слепо верить, да, в 500 видео, которые он смотрит, а хотя бы задуматься, почему, допустим, очень такой простой вопрос, все знают, сколько погибло детей и женщин, а сколько боевиков и мужчин почему-то никто не знает. Ну, повод для, конечно, всевозможных спекуляций. Хотя, если честно, посмотрев видео на ваших каналах, я теперь понимаю, почему искали евреев в турбинах. Ну, есть, по крайней мере, какая-то логика, как минимум, в этом. Роман, спасибо за участие в программе, спасибо за ваши комментарии, за то, что вы делаете. Вашим друзьям тоже большой привет. Привет также и вашим зрителям и участникам чатиков. Надеюсь, они поймут, о чем мы здесь говорили. Шаву Атов, хорошей недели и победы нам всем. Спасибо большое, Шаву Атов. Это все на сегодня. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, ставьте лайки. О том, как мы проживем следующие 7 дней мы расскажем вам в нашей следующей программе «Израиль за неделю», которую проведет Дан Гольдман. Я отправляюсь в небольшой творческий отпуск. Прощаюсь с вами. Шаву Атов, хорошей недели, удачи, мира и победы нам всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова